Ровно в полдень зашел Петя в маленький скверик и сел на скамеечку отдохнуть. Вдруг вскочил, увидел он, сидит недалеко на другой скамеечке старушка и плачет. Хотел подбежать к ней Петя, но не посмел. «Подожду», — сказал он сам себе, — «посмотрю, что она дальше делать будет». А старушка перестала плакать, сидит, ногами болтает. Потом достала из одного кармана газету, а из другого кусок сидного с изюма. Развернула старушка газету, Петя ахнул от радости. «Пионерская правда!» — и принялась старушка читать и есть. Кончила старушка читать, спрятала газету и сидит, и вдруг что-то увидела в снегу. Наклонилась она и схватила мячик. Оглядела старушка мячик со всех сторон, оттерела его старательно платочком. Встала, подошла не спеша к дереву и «давай играть в трешки!» Бросился к ней Петя через снег, через кусты. Бежит и кричит. «Бабушка, честное слово, вы школьница!» Старушка подпрыгнула от радости, схватила Петю за руки и отвечает. «Верно, верно! Я ученица третьего класса, Марусю поспелого, а вы кто такой?» Рассказал Петю Маруси, кто он такой. Взялись они за руки, побежали искать остальных товарищей. Искали час, другой, третий. Наконец зашли во второй двор огромного дома и видят, за дровянным сараем прыгает старушка. Нарисовала мелом на асфальте класса и скачет на одной ножке, гоняет камушек. Бросились Петя и Маруся к ней. «Бабушка, вы школьница?» «Школьница», — отвечает старушка, — ученица третьего класса, Наденька Соколова. «А вы кто такие?» Рассказали ей Петя и Маруся, кто они такие. Взялись все трое за руки, побежали искать последнего своего товарища. Но последний четвертый товарищ, как сквозь землю провалился, куда только не заходили старики. И во дворы, и в сады, и в детские театры, и в детское кино, и в дом занимательной науки. Пропал мальчик, да и только. А время идет, уже стало темней. Уже в нижних этажах домов зажегся свет, кончается день. «Что делать? Неужели все пропало?» Вдруг Маруся закричала. «Смотрите, смотрите!» Посмотрели Петя и Наденька, и вот что увидели. Летит трамвай, девятый номер, а на колбасе висит старичок. Шапка лиха надвылась на ухо. Борода развивается по ветру. Едя старик и посвистывает. Бросили все ребята за трамваем вдогонку. На их счастье зажегся на перекрестке красный огонь. Остановился трамвай. Схватили ребята колбасника за полы, оторвали от колбасы. «Ты школьник?» Спрашивают. «А как же?» Отвечает он. «Ученик второго класса, Зайцев Вася. А вам чего?» Рассказали ему ребята, кто они такие. Чтобы не терять время недаром, сели они все четверо в трамвай и поехали за город к лесу. Какие-то школьники ехали в этом же трамвае. Встали они, уступают нашим старикам место. «Садитесь, пожалуйста, дедушки и бабушки!» Смутились старики, покраснели и отказались. А школьники как нарочно попались вежливые, воспитанные. Просят стариков, уговаривают. «Засадитесь же, вы за свою долгую жизнь наработались, устали. Сидите теперь, отдыхайте!» Тут, к счастью, подошел трамвай к лесу. Соскочили наши старики, им чаще бегом. Но тут ждала их новая беда. Заблудились они в лесу. Наступила ночь, темная-темная. Совсем выбились из сил старички. Но на их счастье подул ветер. Очистилось небо от туч. И засияла на небе полная луна. Влез Петя зубов на березу и увидел. Вон он домик. В двух шагах белеют его стены. Светятся окна среди густых елок. Спустился Петя вниз и шепнул товарищам. «Тише, ни слова, за мной!» Тихо-тихо открыли ребята дверь в дом. И поползли к ходикам. Из одной минуты двенадцать встали они у часов. Ровно в полночь протянул Петя руку к стрелкам. И раз, два, три! Закрутил их обратно, право-налево. С криком скачили волшебники. Но не смогли двинуться с места. Стоят и растут, растут. Вот превратились они во взрослых людей. Вот седые волосы заблестели у них на висках. Покрылись морщинами щеки. На сороковом обороте стрелок волшебники стали дряхлыми, сгорбленными старичками. А на семьдесят седьмом обороте стрелок скликнули злые волшебники и пропали, как будто их и не было на свете. Посмотрели ребята друг на друга и смеялись от радости. Они снова стали детьми. С бою взяли чудом, вернули они потерянное напрасно время. Они-то спаслись, но ты помни, человек, который понапрасно теряет время, сам не замечает, как старует. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok